Павел Соболев 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 То есть это на оплату гонораров, на оплату техники, на оплату какой-то рабочей силы связанной, рекламы связанной с мероприятиями. Это на самом деле очень хорошая тенденция. Ну, как бы очень приятно, что это вообще возникла такая вещь, потому что до этого просто не было ничего, в принципе. И, ну, скажем так, что учитывая то положение, в котором мы находимся в данный момент, это, опять же, ковидный кризис и, можно сказать, как бы простое заведение в течение двух лет полуоткрытия с какими-то ограничениями, там было до 10 вечера или там ограничение по количеству народу, ограничение по времени продажи возможной. Далее, не восстановившись после этого кризиса, у нас наступает энергетический кризис, где все финансы идут на оплату, соответственно, счетов за обогрев электричества и все прочее. И, как бы, находясь просто в такой ситуации, ну и сейчас, естественно, мы говорим еще про финансовый кризис, про инфляцию, про рост цен, про снижение потребительской способности. То есть, находясь вот в той ситуации, где мы находимся сейчас, это, конечно, очень приятно, что город помогает нам заботиться о музыкальной части заведения, но вдобавок к этому всему, там имеется еще и куча другого всего, там и аренда, там и зарплаты, там и какие-то покупки других услуг и товаров. И, ну, скажем, да, что нам очень приятно, что есть такая вещь, как поддержка от города, но просто в данной экономической ситуации она нас не спасает. Это все-таки скорее капля в море, скажем так. Как другой вице-марталин Наталья Мец сказала о том, что помимо того, что Бар Света на протяжении многих лет предлагал очень качественные концерты, интересные, еще одно очень важное значение этого места было в том, что он способствовал интеграционным процессам, установлению лучших контактов между людьми разных национальностей, в том числе между установлением более тесных отношений между русскоязычной и эстоноязычной молодежью местными жителями. Даже она сказала, что, может быть, таких сфер, где это так удачно работает, не так. И, в общем, много. Она даже защитила свою дипломную работу по интеграции. Да, она защитила свою диплом на примере Бара Света. И вот она даже сказала, что это работает лучше, чем какие-то некоторые дорогостоящие проекты, финансируемые государством интеграционные. Вот, во-первых, согласен ли ты с такой оценкой? И я думаю, что согласен, если да, то... Но было ли какое-то специальное отношение благодаря этому к вам со стороны тех же городских властей, каких-то, возможно, чиновников государственного уровня на Министерстве культуры? Можете ли вы надеяться на то, что в дальнейшем ваша репутация будет по-прежнему работать в пользу вас, и вам как-то специально еще помогут, когда вы что-то придумаете новое? Ну, я не знаю, может ли там кто-то специально помочь, потому что это все-таки... Там есть всякие законы о конкуренции и всем прочим. То есть почему кто-то должен помочь одному месту и не помочь сотне других мест? Которые, возможно, тоже удачно работают по интеграции. Да, да. Ну, то есть такого отношения, собственно, никто даже изначально не ожидает. Но, в принципе, да, я должен, наверное, согласиться с тем, что сказала Натали. Мы, на самом деле, с ней в какое-то время даже работали вместе на фестивале Tallinn Music Week. Это была, наверное, наша, ну, такая основная социальная задача создания этого места. Помимо музыки и вечеринок и всего прочего, также быть каким-то носителем социальных ценностей в этом месте. создать условия для того, чтобы люди разных национальностей, но прежде всего мы, естественно, говорим о, так сказать, нашей главной государственной проблеме. Это интеграция двух сообществ эстона и русскоговорящих. Ну, то есть, да, мы конкретно создавали условия для того, чтобы обоим общинам было там приятно находиться. Мы играли эстонскую, русскую музыку, мы делали общие какие-то мероприятия для обеих коммун. Ну, и к этому, естественно, добавились приезжие туристы какие-то, приезжие, переехавшие сюда люди там с IT-сектора, которых тоже очень много. Ну, то есть, основной задачей, в принципе, из этого места и было объединение людей между собой, вне зависимости от их там каких-то национальных признаков или их убеждений и по любимым вообще вопросам, в принципе. Ты сейчас упомянул фестиваль Tallinn Music Week. Часто говорится про то, что организация концертов не мейнстримной музыки в маленьких клубах – это такая нишевая деятельность, которая достойна поддержки с точки зрения ее культурной ценности, но, возможно, ее влияние на, скажем так, на экономику, оно маргинально. Но в то же самое время фестиваль Tallinn Music Week – это как раз фестиваль, который проходит по большей части в маленьких клубах и представляет на сценах артистов именно не мейнстримной музыки. В то же самое время этот фестиваль стал визитной карточкой культурной жизни Таллина. Он как минимум на неделю каждую весну приводит сюда огромное количество иностранных туристов, которые тратят здесь много денег. То есть получается, что вот та деятельность, которой занимаешься ты и твои коллеги из других клубов, она все-таки приносит очень существенный, во-первых, доход эстонской экономики, влияет, по крайней мере, на поступление и сформирует очень позитивную репутацию у города и у других городов, которая работает целый год. Вот не чувствуешь ли ты, что вот недостаток какого-то внимания, недостаток мер поддержки – это вот такой признак вот обделенности, что ли, несправедливой, что нам могли бы помогать гораздо больше? Конечно, мы это чувствуем очень сильно. Это какая-то, на самом деле, самая настоящая стагнация в нашем обществе происходит. Ну вот, допустим, если мы возвращаемся к истории с «Радио 2». Да, у меня заготовлен специальный вопрос. Ну вот, сейчас-то на самом деле что происходит? «Радио 2», значит, развалилось. Это, опять же, очень субкультурное, так сказать, андерграундное, ну, когда берет начало с каких-то маленьких вещей. Ну, просто нужно понимать, что все как раз-таки и строится с маленьких вещей. Да, может быть, влияние конкретно света Бара на эстонскую экономику в целом можно назвать маргинальным. Но таких клубов ведь еще очень много. И, ну, к сожалению или к счастью, нельзя все, как бы, вычислять в «Экселе». То есть нельзя все исчислять в цифрах. И мне кажется, что на нашем культурно-политическом уровне об этом сейчас очень часто забывается. Как ты и сказал, этих влияний очень много там. Это ночная жизнь, это часть экономики в целом. Это часть создания имиджа города и страны. Это часть туризма. Это часть причин, по которой вообще молодое население остается в Таллине. Им же должны быть занятия. Что им делать? Как вы думаете, если сюда переезжает, допустим, расценивает какую-то возможность переезда, какой-то IT-офис, что они будут смотреть? Да, они привезут своих работников сюда, они будут ходить на работу. Что они будут делать помимо работы? Что чем здесь заняться? Куда можно сходить на концерт? И так далее. Ну, также, говоря про местную молодежь, мы получили очень много сообщений и постов в соцмедиа о том, что люди просто пишут конкретно, что «Света, бар закрывается, радио 2 развалили, мне здесь больше нечего делать, я, извините, уезжаю из страны». Ну, то есть, такие вещи, да, они кажутся совершенно маргинальными и неважными, но просто нужно немножко посмотреть с другой стороны. Пошире. Пошире немножко, да. Тот же фестиваль «Таллинн Мюзик Уик» — это отличный пример. «Света» как бренд известен по, в принципе, всей Европе, но в том числе нас включили в сеть клубов «Лави Европы», где, в принципе, какие-то самые большие, самые крутые площадки концертной Европы. вместе работают, организуют концерты. То есть, как бы, этих влияний очень много, и клубов очень много, и каждый делает свою какую-то нишу, нишевую штуку. Просто на данный момент у нас не было, наверное, каких-то причин и сил для того, чтобы все эти наши влияния обозначить, оценить, узнать, и все это как и каким-то образом презентовать. Вот сейчас происходящее, как бы, на культурном рынке, если можно так назвать, Эстонии, сподвигло как раз-таки все клубы создать «Союз ночной жизни» и, ну, серьезно начать подходить к этим вопросам, потому что, ну, уже просто больше, наверное, не смешно уже. То есть «Союз ночной жизни» был создан буквально несколько дней назад. Это правильная информация или… Правильно, да. На самом деле, такие мысли и такие «Союзы» уже создавались. И раньше, это было в ковидное время, тот «Союз» не заработал. И вот сейчас создание этого «Союза» обсуждалось уже на протяжении последних, там, 2-3 года. Ну, и сейчас пришел тот самый нужный момент, когда мы поняли, что если мы не будем бороться все вместе, то, в принципе, там, через год или два здесь не останется ничего совершенно. Вот если говорить об этой созданной организации «Союз ночной жизни», вот от каких самых главных рисков членство владельца клуба, держателя бара или организатора концертов может членство вот в этой организации защитить как-то более повышенным образом? Защитить оно, наверное, пока что не может никак. Так, поскольку этими проблемами не занимался никто на протяжении, там, с момента независимости Эстонии, в принципе, на протяжении последних 30 лет, какой-то политической силы или возможности защиты кого-то «Союз» совершенно не имеет на данный момент. Все начинается с каких-то маленьких шагов, со сбора статистики, со сбора элементов влияния, сбора просто информации, чтобы мы вообще изначально могли себя презентовать как какой-то сектор. И тогда уже мы будем говорить о каких-то возможных там политических влияниях или сферах защиты и всем прочем. Наверное, если говорить о той поддержке, на которую могут организаторы ночной культурной жизни рассчитывать от властей разного уровня государственного или там муниципального, речь может идти не только о каких-то финансовых влияниях в рамках каких-то программ, пособий и так далее. Наверное, можно помочь и принятием каких-то разумных законов и нормативных актов. Ну, это то, на что мы, наверное, надеемся больше всего. Вот сейчас хочу спросить у тебя, как тебе кажется, какие из действующих сейчас законов работают скорее не на пользу интересов организации ночной культурной жизни, а против этих интересов? И что, в первую очередь, надо поменять с твоей точки зрения? Ну, самый большой вопрос, который мы рассматриваем в Союзе, это, конечно же, вопрос налога с оборота. В Эстонии, еще раз я уже об этом говорил, до конца не уверен, может быть, сейчас совру немножко, но точно одна из стран, в которой самый высокий налог с оборота на культурную жизнь. Примеров куча, можно посмотреть по всей Европе. В Латвии, допустим, Кеви Макс на билеты 0, в Финляндии 10, в Германии 7 и так далее. У нас, получается, с нового года этот налог будет 22%. Вдобавок к этому, организаторы вынуждены платить 5% Союзу авторов Эстонии и обычно 3-4-5% билетному оператору, либо банку за совершенные сделки. То есть, получается, что в итоге мы платим практически 30% с каждого проданного билета. Ни один другой бизнес не платит столько налогов с проданного товара. Все платят просто Кеви Макс. То есть, мы, как сектор, который и так довольно маргинализирован, в котором нет денег, и который сражается за выживание, еще, вдобавок ко всему, платим больше всех налогов и сборов. И это, ну, соответственно, это влияет очень сильно на цены, на цены билетов, на цены напитков в баре и на все прочее. И, ну, соответственно, получается, что у людей нет способности просто так много выходить, потреблять и так далее. То есть, мы считаем, что, на самом деле, культура должна быть по карману больше. То, что сейчас происходит с ценами, которые мы сами ставим, это совершенно ненормально. Цены повысились, там, практически в полтора-два раза, но просто нет другого выхода. Как бы, это нам приходится делать. Никто не чувствует себя из-за этого хорошо. Люди тоже очень часто пишут, что я не могу, я хочу сходить, там, на три концерта в месяц, допустим, но цены поднялись в два раза, я могу себе позволить только один. Как ты уже сказал, наверное, одни и те же самые люди, которые сейчас очень переживают за судьбу Бара Света, они же переживают за ситуацию с Радио 2. Я по своей лете в Фейсбуке сужу, что это практически одни и те же люди пишут на одну тему и на другую. И вот, в общем, людям в ситуации все-таки с Радио 2 кажется, что в этом случае уже точно было непосредственно недружелюбное поведение государства, что это не просто там вот какой-то частный бизнес пришел, а что это именно государство нашло место, в котором можно сэкономить. Но весной многие люди праздновали на парламентских выборах, как им казалось, нокаутирующую победу либеральных сил над консервативными. Вот теперь получается в Эстонии правительство либеральных сил, и тем не менее оказывается, что оно не очень дружелюбно к современной культуре. Согласен ли ты с тем, что вот эти два события действительно это кирпичики из одной стены, и действительно это такое общее, скажем так, проявление того, что существует тенденция равнодушия к помощи культурной жизни, или все-таки это вот все-таки близкие по теме, но немножко, скажем так, по формату разные события? Я думаю, что приход новых либеральных сил особого отношения к этому не имеет. Тут мы имеем дело скорее просто с годами длящейся халатностью и холодному отношению к независимой культурной жизни страны. Это просто всегда было для всех политиков, для всех людей, принимающих решения, просто куча каких-то чуваков чем-то занимаются, никому не мешают, молодежь занята, ну и пускай они там тусуются между собой. Примерно так. На самом деле, да, происходящее, ну это все очень грустно, и Радио 2, и Света, и на самом деле, может быть, в новостях не так сильно это было видно, клуб Барбар, рок-клуб тоже закрывается. И на самом деле, ну общаясь с другими клубами, мы же все у нас как бы, мы говорим между собой, мы все друзья, мы все общаемся, делимся новостями и так далее. Ну я могу сказать, что если так все продолжится в таком же духе, то там еще есть 3, 4, 5, 6 и так далее клубов, которые, в принципе, находятся не в лучшем состоянии, чем тот же самый Света Бар. Еще один совладелец Бара Света, Люк Тетце Фокнер, в своей записи в соцсетях, посвященной вот этому печальному объявлению, сказал о том, что, к сожалению, да, двери Бара Света закрываются, но дух Бара Света никуда не исчезает, он обязательно продолжит жить. Хочу спросить у тебя, знаешь ли ты, где уже может найти возможное новое пристанище, этот дух? Может ли идти речь о том, что это будет в какой-то смысле найдено в концертной площадке Павли Культуре в Абрике, еще одном твоем проекте? Или все-таки можно сказать, что у того проекта, который рядом с улицей Сыля находится, все-таки совершенно особая миссия, а новое пристанище для Духа Бара Света, скорее всего, появится в какой-то другой локации? Про физическую локацию сейчас совершенно речи нет, я думаю, что то, что он имел в виду, было скорее метафора. Прежде всего, дух Бара Света, наверное, говорится о том, что это та миссия, которую мы старались выполнять, как раз-таки про интеграцию сообщества и какого-то внесения новой культуры в нашу страну, она продолжится. Это, возможно, в формате каких-то мероприятий, в том числе, может быть, на Павли Культуре в Абрике или еще где-то. На данный момент совершенно никаких обсуждений или мыслей по поводу открытия какого-то нового места не идет точно. Наверное, последний вопрос, который я тебе хочу сегодня задать, он тоже немножко такой метафорический, как ты сейчас сказал. Часто говорится о том, что самые счастливые люди — это те, у которых получается совместить две вещи. Хобби и работу — это означает, что если у человека получается зарабатывать себе на жизнь любимым делом, это освобождает от его необходимости заниматься нелюбимыми делами. Вот скажи мне, пожалуйста, организация ночной культурной жизни — это как раз та сфера, в которой занимаются, заняты только счастливые люди? Действительно ли всегда, когда ты организовываешь какой-то концерт, ты чувствуешь, что ты делаешь что-то очень важное для текущего исторического момента и для вечности? И вот ощущение этой миссии помогает все сделать это легко? Или же все-таки вот те все трудности, о которых мы сегодня говорили, они иногда вызывают эффект определенного возгорания, иногда тебе хочется заняться чем-то другим, а ночную культурную жизнь, скажем так, уже быть на стороне потребителя, то есть ходить на концерты, организованные другими людьми и в заведения, которые содержат другие люди? Или такого нет? Нет. Ну, знаете, жизнь, как говорится, она плывет в виде синусоиды. Настроения, конечно, меняются, все плавает вверх-вниз, вверх-вниз. Конечно, когда все хорошо, ты занимаешься своим любимым делом, это востребовано, люди приходят, все счастливы. Ну, конечно, это прекрасное ощущение, ну, потому что в этой сфере, в принципе, работают только фанаты этой сферы, которым нравится, может быть, даже не настолько из-за денег каких-то или из-за каких-то зарплат. Это, ну, как бы там зарплаты на самом деле минимальные. Это прежде всего фанаты, любители музыки, сами очень часто музыканты. Как и я, моя карьера тоже началась с игры на барабанах-то на самом деле. Да, ну и в итоге наступают моменты, когда все уже не очень весело становится. И это, на самом деле, была одна из причин закрытия света тоже. Когда мы поняли, что как бы все немножко разваливается, ситуация, на самом деле, начинает влиять на нашу дружбу со владельцев. Ну, там, у нас начальственные споры, разногласия, еще что-то. И, ну, конечно, элемент выгорания имеется очень большой в этой сфере. Люди приходят, проводят там 2-3 года и потом говорят, что, ой, извините, я пойду обратно там на свою офисную работу или еще куда-то. И таких примеров очень много. То есть остаются, ну, такие самые настоящие фанаты. Конечно, это все строится на какой-то внутренней мотивации, на внутреннем огне. И, в принципе, до тех пор, пока этот огонь никто со стороны не тушит, может существовать. Но когда вот происходят такие вещи, особенно государственного уровня, как история с Радио 2, и когда ты понимаешь, что мало того, что твой бизнес неуспешен, народу ходит мало, ни у кого нет денег, и еще тебе и государство говорит, что, ой, ну, нам, в принципе, и наплевать, что тут делается. Ну, такие вещи, конечно, травмируют довольно сильно и мотивацию понижают. Я напомню, что главной темой нашей сегодняшней передачи были перспективы сохранения в Таллине и других эстонских городах ночной культурной жизни, а также меры, которые можно принять для того, чтобы на карте Таллина и других эстонских городов оставались настоящие культурные, в том числе музыкальные магниты. Я напомню, что гостем нашей сегодняшней передачи был совладелец закрывающегося вот-вот легендарного таллинского бара «Света», а также совладелец концертной площадки «Павли Культуре» в Абрике, организатор ночной культурной жизни и просто культурной жизни Роман Демченко. Роман, спасибо тебе большое, что у тебя нашлось время для этой беседы. Спасибо. С вами был Павел Соболев. Смотрите нас на портале Роспостеми СЕ. Роспостеми Субтитры создавал DimaTorzok Роспостеми Субтитры создавал DimaTorzok